Мельница Мельница стоит во многом благодаря стараниям местного фермера, но и построена она на совесть. Специалисты уже сделали анализ дерева. Отдельные бревна датируются еще концом 18 века. Были умельцы и знатоки, которые определяли среди тысячи пород деревьев в лесу, в бару, нужное именно дерево, высоты, чтобы оно было здоровое, чтобы оно было по своим свойствам не сучковатое. Теперь же предстоит подать документы в Алтайохранкультуру, чтобы поставить объект на охрану и начать его восстанавливать. Эксперты уже говорят, что старинная мельница может превратиться в бренд. Да, возможно, Назаровка не самое привлекательное туристическое место, но может им стать. Если рядом создать инфраструктуру, проложить тур-маршруты. Хотя, конечно, смешно, что у нас там в родина единственная мельница в Алтайском крае стоит на охране, записана в списке и реестре объектов культурного наследия, но ее нет физически. А здесь есть физически, но она не стоит на охране. Тут же и мерч может сразу появиться, да, там значки, там, не знаю, все что угодно, короче, по этой мельнице раскрутить эту тему можно. По пути там еще красивые места, там есть Малиновое озеро, еще какие-то озера, бары, ленточки, там прекрасные места. Будет обидно, если объект, который построили еще в царской России, исчезнет по глупости в 21 веке. Ведь при грамотном подходе эта мельница сможет вновь кормить местных жителей, но уже с помощью инвесторов и туристов. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День Столка.